Мы наконец-то за долгое время вышли всей с семьей, всей с семьей пошли гулять в пустыню. Мы еще вообще ни разу в пустыню всей семьей не ходили. Максик вон идет. Мы здесь, в эту пустыню, которая рядом с Дахавом, ездили, но не ходили вот пешком. Наконец-то мы решили пойти. Максик доволен. Мы прошли по пляжу до окончания Дахаба. И вот сейчас вот между горами войдем туда, в горы, в пустыню. Там дальше Блю Холл. Дахаб здесь заканчивается. Вон дети там идут. Да, вы же говорите, нету там. Вот сейчас возьмем палочки для костра и туда пойдем. Тима, иди сюда. Вот мы поднялись уже чуть-чуть дальше, вот везем палки. Да, Леш? Макс тоже тащил палку, немножко устал, видимо. Ты что, решил снять его ботинки? Он сам с руками там уже. Да? Хочешь палку взять? Да-да. Вот, да, и сейчас мы идем вот туда, между горами. Вот, в общем, мы еще выше поднялись. Вот уже вот такой вид у нас на Красное море. Макс идет по кромке. Мы идем дальше. Мы поднялись еще выше и обнаружили, что он в скале. Раньше говорили, что живут люди в скалах, в пещерах. Нет, все еще живут. Вон, там полотенчика. И здесь вот тоже, вот, тоже укрованное местечко. Каталка какая-то, здесь костерок. Человек живет постоянно. Это наше место. Кушать готовят. Мы его построим. Мы идем дальше. Еще дальше поднялись. Вот дети нам показали еще базу, там еще есть пещера. Вот здесь заход еще есть. Последний. Небольшой. Воды мало, да? Да, и вот здесь уже кто-то, периодически встречаются разные. Ну, ты, вы посмотрите. Вот свечки даже есть кто-то оставил, тут даже спички кто-то оставил. Не, пускай остаются, у нас есть сжигалка. Вот. Мне нужны спички. Вот верблюжья колючка, кстати. Когда она зеленая, она мягкая. Когда она высыхает, она становится острой. Они могут с палатками прийти, посадить. Да, конечно. Так можно, да, вот, жить здесь. Да? Жить здесь, это чисто. Ну, в Египте же живут так. Ой, в Израиле. А, ну да. На египетском пляже. Есть, никто не живет так. Потому что здесь дешево. Еще выше. Вот такой вид. Макс, конечно, жестко тормозит. С Максом в 10 раз дольше. В общем. С Максом в 10 раз дольше. Тут уже, слушай, море почти не слышно, да? В общем, решили остановиться. Вот здесь тихо. Тишина, не слышно море, не слышно никакого шума. Ну, видно море. Видно, ну, видно море, наверное. Туда дальше еще можно идти. Сейчас еще раз пойдем дальше. Да. Вот и здесь такая гора в виде пирамиды. Ну, прохладно. Будешь на этом? Может быть, не? Да. Ну, это велика, кажется. Макс, все это нормально. Видите, значит, отважились залезть на эту пирамидальную горку. Максик тоже. Максик, ты что, полезешь тоже на горку? Ну, ты даешь. Ну, давай, попробуй. Что, тоже полезешь? Тоже полезешь? Ну, поездли. Да, она мягкая. Она экстремальная. Бегай! Эхо! Там вот папа. Вон там. А дети, вон они бегут. Вон они. Максик маленький. Маленький Максеха. Вон море. А я высоко так, высоко. Высоко, высоко забралась я, высоко. Залезла я на гору, значит, а слезть с нее не знаю как. Буду слазить, а Максик меня зовет. Хорошо-то сидеть, медитировать, красиво. Необычная тишина такая, нет никого. Я тоже хочу! У-ху! Леха, давай! Леха! Я? Ты! Давай! Камень положи! Я скорость была быстрее! Ребята покидали камни, дети старшие ушли искупаться решили. Вон они идут. Вон они идут. А мы решили немножко пожечь костер. Максик вот сидит на стульчике, который папа притащил, да? Камешки, да? Хорошо, Максик? Сейчас будем костер жечь. Че, не зажигается? Ветер! Ветер! Гори ясно, чтобы не погасло. На самом деле еще и жарко для костра. Больше хочется купаться, чем костер жечь. Но еще недельки через две, думаю, что уже будет вполне нормальная погода. Для того, чтобы вечерочком сидеть у костра в пустыне. Вон они как далеко уже ушли. В общем, все кинули меня. Я хотел костер пожить. Солнце только начало заходить. Я начал разжигать, и все убежали. Сказали, что устали. То есть настолько обленились уже дома сидеть, что даже больше, чем на часик уже не могут из дома выйти.